В Донбай завершил свою работу образовательный проект «Кавказ. Территория развития». В нем приняли участие 70 студентов со всего Северного Кавказа. Во время образовательной программы были подняты актуальные проблемы для регионов Кавказа и способы их решения. Подробности в репортаже Аслана Гирюгова. В течение пяти дней 70 студентов со всего Северного Кавказа участвовали в образовательных программах. Проект «Кавказ. Территория успеха» реализован Карачаево-Черкесским государственным университетом при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Основные тренинги, по которым шло обучение, это студенческое самоуправление, проектный менеджмент и молодежный туризм. Как отмечает руководитель проекта «Наурус Капушев», изучение данных тем актуально, и вся информация, получаемая во время мероприятия, хорошо отразится на жизни регионов. Молодежный туризм, наверное, понятно, почему мы выбрали, потому что здесь собраны участники со всего Северного Кавказа. И туризм для Северного Кавказа, и в принципе всего Кавказа, он не чужд, и мы хотели бы, чтобы эти ребята, студенты, которые уедут уже в свои дома, они как-то помогали развитию именно молодежного туризма. Второе – это проектный менеджмент. Ну, понятно, что сейчас очень много площадок, грантовых площадок, где ребята могут на различные социальные проекты или бизнес-проекты выигрывать какую-то сумму и реализовать свои проекты. И первое – это студенческое самоуправление. На данный момент молодежную политику уделено огромное внимание именно в нашей стране, а студенческое самоуправление можно назвать отдельной структурой именно молодежной политики. Как отметили тренеры и эксперты проекта, работа со студентами из Северного Кавказа для них тоже новый опыт. Они рассказали, как построить долгосрочную стратегию органов студенческого самоуправления, как можно изменить работу внутри университета. Также поделились информацией о социальном проектировании и знаниями о карьерных возможностях в индустрии туризма. Помимо образовательных программ, для участников проекта были организованы тренинги личностного роста, командообразующие и творческие мероприятия, а также экскурсионная программа. Ребята самостоятельно разберлись по блокам, то есть выбрали, что им важнее для их делегации, какая проблема будет важнее решаться. И то, что выяснили мы уже сейчас, что, например, о туризме ребята думали только в плане, например, туристических маршрутов, как придумывать и прочее. И здесь они углубляются именно в то, как строится система туризма в стране, кто кому подчиняется, то есть более глубоко ее изучают. Многие знают, что нужно писать проекты, но никто практически не знает, как писать, как правильно оформлять заявку. И здесь результатом этой площадки будет то, что ребята напишут 12 участников на этой площадке свои собственные проекты, которые, возможно, в дальнейшем отправятся на получение грантов, и даже кто-то выиграет. В пятый и заключительный день форума всем студентам вручили сертификаты об участии. За время проведения мероприятия кто-то приобрел новые знания, обменялся опытом, кто-то нашел новых друзей. Но однозначно известный туристический курорт у каждого оставил добрые и яркие воспоминания. Неописуемая красота природы и чистый горный воздух манят сюда людей с величайшей силой. Аслан Гирюгов, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Дамбай.